И уходи Кто такой не видно? А сейчас видно? Нет, пока нету Вот сейчас видно А я вас не вижу Не знаю, у вас стационарный или какой-нибудь планшет там? Да нет, я все время общаюсь по скайпу Передернуть провод У вас кругленькие значки внизу, там вот такая синенькая камера, она у вас включена или нет? Сейчас, минутку Вот это что ли? Нет Вот на экране кликните, если она перечеркнут Это микрофон Не трогайте Рядышка микрофон, а есть рядышком камеры там, выключить или связь Только совсем не выйдем Сейчас, подожди Ты за этот проводок-то тяни туда рукой Посмотри, не руку-то Время-то идет А то не надо сжимать? Нет, нет, нет А то микрофон Ну микрофон-то, видишь, слышу, а не видно ничего Так, сейчас Пошло Так, ну давайте, назовитесь кто и откуда Я Дмитрий Своронеж Дмитрий Своронеж Ага, Своронеж У нас все записывается и выставляется в интернет Вы не против? Нет, не против Говорите Я хотел узнать у вас насчет Молитвы за усопших Почему молимся за усопших? Ведь в Евангелии же нет ничего Не вопрос Правильно В Евангелии нету Что-то у меня там к вам, чтобы высшее было видно Ничего про это нету в Евангелии На это отвечают так Доброе дело Не насильно делается Оно само подсказывает У Бога нет мертвых Христос говорит Но все живы А как это видно? Ну вот, были там самаряне Они признавали только пятикнижие И по пятикнижию Они находили о том, что у человека нет души Он умирает и ничего нету Пять книг только Дальше это там написано в Иезекииле И когда ко Христу они приступили с этим вопросом Господь им сказал А как же написано Я Бог Авраама Исаака Якова Ну и что? Он не говорит Я был А я сейчас Бог Авраама Значит они у него живы Если у отца было пять детей А двоих убили Он говорит, у меня три сына Не пять Пять было А теперь только три А Бог называет Авраама Исаака Якова Уже прошло сотни лет Один стих Встал на место Так и здесь У человека есть душа Бессмертная У которой загробная участь На первом месте везде стоит любовь И у нас не прерывается связь с человеком От того, что он от нас стоит далеко Апостол Павел говорит Молитесь за меня По ходатайству многих Я был возвращен вам А что, его своей молитвы не хватало? Ну, Павлову молитву и какая-то бабушка помолится А это взаимная любовь И объединенная любовь Это достучится до ворот Божьих До врат небесной отчизни Быстрее, чем одно И поэтому церковь рассматривает Что связь не прерывается Человек на земле или на луне Или ушел куда-то Тем более, очень определенно, четко говорится Что души, отошедшие от жизни Знают, что совершается на земле Это Откровение 6 глава 9 стих Посмотрите, что там написано Откровение 6-9 И когда он снял пятую печать Я увидел под жертвенником души Убиенных за слово Божие За свидетельство, которое они имели И дальше И возобили они громким голосом Говоря Доколь владыка святый Истины не судишь И не все живущие на земле За кровь нашу Значит, души есть Разумные Это другой вопрос Что означает жертвенник И они знают, что они неотомщенные И прямо вопиют к Богу Души эти И поэтому церковь Это как любящая мать Она показывает человеку Что участь человека Не заканчивается его смертью Есть за гробом Жизнь иная жизнь Нет, так я ж не против Против жизни после смерти Я просто связи не пойму Почему молятся за умерших? Ну, умершие Ну, умершие Ну, умершие Вот вы этот стих сказали А какое он отношение Я чувствую Какое? Доказательство, что есть душа Вот адвентисты седьмого дня Я же вас не спрашиваю Я же верю, что есть Ну, ну, ну Россия душа Они знают, что совершается Совершается на земле Церковь отсюда делает вывод, что Мы приступаем к ним К духам праведников, достигшим совершенства Это послание апостола Павла к евреям Я перебью Тут же сказано, что они не знают А просто помнят, что их убили Они просят Они знают, что не отомщено Доколе Доколе ты не отомсил Нет, ну это просто память Это память сохраняет Они знают, что палачи Сталинизм на земле Что они эти не умерли палачи Берия живой еще Они знают Понятно, они же их не видят там Но так нельзя говорить А зачем им видеть, когда они точно знают? Иначе у нас просто язычество какое-то А они вопиют к Богу И говорят Господи, доколе ты не мстишь А Господь говорит им ответ Дальше это Божий ответ будет И даны им были что-то там Чтобы они успокоились То есть же здесь Прямые диалоги идут Прямая речь Души возопили Это не выдумка Слова автора, что души А что говорят Это слова автора Тут надо глубже смотреть Значит, души живые и знают Они не мертвые Они в Шиоле находятся И церковь рассматривала этот вопрос не единожды Но вот когда подряд всех отпевает И Царство Небесное обещает Это, конечно, неправильно Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную А неверующий не увидит жизни И поэтому в церкви молитва стоит такая Прости, Господи, согрешение вольное и невольное Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы Ибо ты благ и человека любишь То есть чувство любви не прекращается Но разве можно учить его изменить? Как считаем в Евангелии от Луки 16 глава Там богач в преисподне это не переходит Поэтому это все для нас неизвестно Но церковь поставила нам возможность молиться А какая польза? Там разные видения были Это ставим за бортом Церковь не противоречит священному писанию Мы приступили к духовопроводнику Да Можно сразу цитаточку? Там даже не то, что переходит Там даже, что и нельзя утешить никак Он же говорит Дай мне палец, пусть лазер там омочит А он говорит Никакого тебе пальца Вот ты свое получил, правильно? Ну здесь я вместо это показал Для того, чтобы мы увидели, что они живые Души есть И они знают, что совершается на земле А о чем же я буду молиться, если я не понимаю Не молитесь, никто не заставляет Не молитесь А Можно? Нет, это ваша воля Не молитесь Просто я не чувствую, что я даже не понимаю, как я могу Ну не понимаете У каждого свой уровень У меня ни ум, ни сердце Никак не реагирует Но зачем молиться Богу, когда он все знает? От нашей молитвы-то ничего уже не зависит Если что назначено, оно и будет Но, однако, Господь, ученики говорят Господи, научи нас молиться, как я учеников своих И он говорит Молясь не говорите лишнего, а говорите Отче наш сущий на небесах И далее говорится Дай нам хлеб А рядом у меня сосед каждый день пьет и не молится И у него хлеба полной под ногами валяется Да какая разница А та, что я благодарю, я получил от Бога, а не сам заработал Вот в чем я Игнать Тихонович, а можно еще у вас вопрос? Я лично эту молитву я молюсь И я понимаю, зачем она и я живу в Боге А я хотел еще спросить В принципе, прямого призыва за ближнего, не считая за врагов Нет, вроде бы, в Евангелии тоже Христос никогда не говорит, что молитесь за, как бы, тоже За живых врагов За живых, да Он говорит только за врага, но чтобы любовь к нему воспитать Нет, 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 это неправильно Написано, благословляйте проклинающих вас Благословляйте Это молитва, не просто так Я прошу Господи, благослови их, врагов моих Прямое указание, молиться за них Повеление Восвязательный знак стоит В повелительном наклонении стоит Молитесь за обижающих вас Ну, зарядите, где? Нет, но это как бы за врагов А вот за ближних Дай там маме конфетку, ребенку Ну, а как не молиться-то? Молитесь друг за друга Молитесь друг за друга Обижающие это враг мне Враг Как не молиться? Если, допустим, даже если нет места на корабле И мы за родных будем просить, пустите их Корабль отплывает от берега То как здесь можете молиться? Это всегда молились И евреи молились за ближних Постоянно За плененных молились И в церкви молитвы Как плененных Обидимых Заброшенных Болящих И Господь молился за них Подошел за Лазарем Молится Возвел очи Христос А зачем молиться, когда он Бог? Так мы можем дойти до полного отрицания Божества Христова И он молится о Лазаре Да я знал, Господи, что ты услышишь меня Лазарь, гради вон Он молится сначала Подавая пищу Господь говорит, что Поблагодарил Благодарю тебя, Господи Еще не еле, а уже благодарит Зачем Христос-то молился? Нет, я понял Я о просительных молитвах Но это просительные есть Просительные Прямо просим Хлеб наш насущный Дай нам Не мне, а нам И мы молимся не Боже мой, а Боже наш Это общий Отец И как не молиться? Молитесь друг за друга Прямо апостол Яков говорит Молитесь друг за друга Это повеление Нет, ну апостолов-то понятно И апостолы молились И просили за них А почему еще Христос А почему еще Христос А почему еще Христос Никогда не похваляет Как бы Вот ученики говорят Ну дай там этой язычнице Серегопиянке Она там просит Почему он никогда Это не поощряет Что вот вы там Типу Это же молитва в принципе Да, вот там пришли эти Фарисеи для сотника Просить там Что там кого сына Или слугу исцелить Когда Они же как бы за кого Вот в принципе Образ молитвы Да, я согласен Молитесь друг за друга Как это не молиться Мы одна семья Он говорит Я истинная Виноградная лоза А вы ветви Мы как ягодки на этой Как же мы друг друга Можем не замечать Молитесь друг за друга И Израиль всегда молился Повеление было И Авраам молился Золото Это все писание Темнополное Даже вопрос никто так не ставит Это молятся и И мусульмане И все сектанты И буддисты Это Даже вопрос не ставится никогда Я получил спасение А о другом Не буду молиться Да это невозможно даже Ну ладно, я понял Спасибо Я в принципе Насчет усопших Я так понял, что это пожелание Это пожелание То есть моя любовь Тот мир нам закрыт Мы ничего практически не знаем Мы не можем даже Сформулировать Какая-то любовь Знаете как Верующий что был Чтобы действительно Молитва была не лживая Помяни раба А он умер с бутылкой Там или В аварии где-то запился Какой он раб? Одного дня не был Вот на это надо смотреть Вот у меня близкий знакомый Был мэр города И мэр очень хороший В десятку первых мэров России входил И он Ну это По моему рассуждению Это поехал Совсем туда куда не надо Спешил Там где-то там Какой-то курорт Открывали в горах Там что-то И дорога аварии была Он погиб Он погиб Ну у меня близкие отношения С прокурором края Я пришел и Друг друга знаем Уже все Я говорю Как так? Он говорит Я сам сижу сейчас думаю На нем столько было всего задействовано Он действительно хороший был И он погиб Как он мог Так допустить-то? Теперь я-то православный Я вообще-то не хожу Никого хоронить Там чужих-то А тут я пошел В дворец спорта Где он лежал в гробу Владимир Николаевич Я пришел домой Мне помолиться охота за него Потому что Я ему книги давал Ну поздравительные Такие божественного настроя Там ему там несут подарки Что от меня один листик И мне Который у него помощник Говорит он ваш листик Откроил Несколько раз считает Я говорю Вот когда вы умрете И так получилось Что он погиб И вот Помолиться Но верующий нет Я названил Названил 12 часа ночи только узнал Главный редактор Нашей губернской газеты И говорит Он верующий был Ну не такой как вы Но он вот Ребенка крестил Есть фотографии Где он стоит Я тогда помолился Господи Прости меня Но этот человек Так много нам сделал добра Пусть моя молитва Будет не в грех мне Если Господи Что можно сделать Для него Я просто Не теряю связь Я должник Вот дом где я сижу Это благодаря ему я получил Я Ну с конфискацией имущества Как бы у меня было А потом я судился 11 лет и выиграл Выиграл А у них нечем рассчитывать А сумма то не маленькая Была 11 миллиардов Это не 2 рубля И тогда Недвижимостью Рассчиталась Городская администрация Со мной Я владелец Двух домов сейчас И поэтому Он мне так дорог был И я помолился Господи Прости меня Что я молюсь То есть Чтобы Мне то не быть виновным Но он так много сделал А вот Скажи Своими словами Как вы молились Ну я это и говорю Как я стал Перезвятыми изображениями И молюсь Говорю Господи Иисусе Христе Упокоился Владимир То есть погиб Упокоился Значит умер От зитейских дел Он так много добра Нам сделал Прижал здесь И когда мы алтарь Тут устанавливали Если что можно Сделай для него Господи Прости ему Согрешение Вольное и невольное И прости меня Господи Если молитма Моя не угодно тебе Если бы он был Ну как моя мать Умерла верующая Она исповедовалась Она соборовалась А этот то я его не видел В храме Ну доброта его Никуда не денется Человек умирает И дела его идут Вслед за ним Так говорит апостол Павел Первый Коринфянам там 5-10 это Второй Коринфянам Значит Каждый судим будет по делам И чувство любви Не теряется Говорит И когда вы отойдете Чтобы приняли В обители вечные Когда кому жертвовали А они Приняли Как приняли Мы не знаем как Значит они встречают Там в дверях Или как там Ладно Я тоже не очень люблю Говорит Мы же ничего не знаем Нам как пеленой закрыть Нам Христос ничего не стал Открывать Я как-то в бакистов проповедовал На первой скамейке сидит Молодая женщина с ребенком Я говорю Вы бы Ну знали что ваш ребенок сейчас умрет Он крещеный Она говорит Нет у нас не принято Маленьких крестить Ну умрет и он в рай не попадет Почему В Ноя вообще все входили Покрестился сам Корнилий Дом его Стефан покрестился Дом его Лидия покрестилась Вся страна была бездетная Дом его Почему Крещение было прообразовано Обрезанием Обрезание было восьмой день Заключать завет с Богом Какой ребенок восьмидневный Такой и у нас Я говорю Вы сейчас ребенка теряете И в вечности его не будет Она встала и говорит А сегодня же его покрещу Баптистка Ну все Я показал на любовь Если это любовь До любви нет границ Это не противоречит Нашей Святой Библии Ну и как говорят Лучше покрещать В сторону любви Да Именно Милости хочу А не жертвы Правильно Христос Да Ну если обязательно Ты скажешь А я не буду молиться Ну и не молись Ты говоришь Я не буду иконы целовать Ну не целуй Ну не в хули Я Божья Матерь Не в хули не принимай Самое хорошее Баптистан говорит Я не могу Что в Богородице Там молиться Еще буду молиться Ну не молись Церковь не заставляет тебя Но ты не хули ее Не хули Потому что это опасно Для тебя в первую очередь Здесь Ты можешь погибнуть Я им задаю вопрос Первая книга царств Пятая глава Когда ковчег попал в плен А потом из плена Его вели Там до гона Он убил этот Ковчег И через поле А поле было Жатва Осеннее И они Жители Бевсомиса Заглянули в ковчег А ковчег это Ну два метра ящик Ручки там Больше ничего нету Размер его Но внутри лежали Скрижали Они заглянули И написано И не порадовались Они не плевали Как баптисты На иконе Не рубили Ничего Только посмотрели И Бог Его Убил 50 тысяч 70 человек Даже в Сталинградскую Битву в один день Столько не погибало За что Я спрашиваю За что Они не могут ответить Я говорю А вы давайте договоримся Там лежали Скрижали Ну да Я говорю А скрижали что означает Это не каменные плиты А главное Написано на них Десятисловие И это что Слово Божие там было Слово Божие По нашему Евангелие Сказать Так вот Вначале было Слово И Слово было у Бога И Слово было у Бога Это Господь Прообразован А вообще Что не знает Я говорю Божья Матерь Внутри ее он был И Господь так сурово Покарал их 50 тысяч и 70 трупов Они хоронили Можно целый месяц Тут надо быть очень внимательным А ты Ну я не с вами разговариваю А вообще как бы с ними Говорю А ты баптист Ну не молишься Тебя церковь не заставляет Но ты не хули Чтобы тебе не погибло Ковчег не только образ Божьей Матери Самого Христа Он же не зря из кожи Кожи был обтянут Ну понятно Не хулить вообще никого не надо Никого не надо Но однако вот такое и есть И как она сказала Сама отныне Будут ублажать мне все роды Я говорю Скажите как вы его ублажаете Никак А мы прямо молимся Молимся Тем более сказал такое А вот скажите Ей было 14 лет Да говорят так Ну то есть она же была молодая Что? Говорит она была молодая 14 лет Да Ей было не полных чем 15 лет Когда она родила Потому что они же обязаны были выдать уже История снах Не полных 15 лет А рисует какую-то бабку Сидит там как цыганка Смотришь на иконе Страшно смотреть Да да Это девчонка По нашему то еще не разрешено Даже замуж выходить То есть она вышла Она получила Духа Святого В 14 лет Я имею в виду Разве могла на такое От себя сказать Конечно Надо пророться Ну мы должны просто вникнуть Историю Знать вот Александр Мень когда пишет Сын Человеческий Он берет Какая там погода Какая земля Какие люди Понимаете Раскрытая картина Мне кстати Ваша беседа с ним очень понравилась Я там послушал Тогда вы так еще конечно Сдержанно разговаривали Ну хорошо У него умные вещи Я немного читал у него Сын Человеческий Там несколько еще вещей Ну и то давно уже Прочитал И забыл Не мой формат Лучше отцов почитать Хорошая Хорошая Мне понравилась ваша беседа Очень интересно Брать все понимаем А что сделать непонятно Да А еще хотелось спросить Да Вот там Сергей разговаривал Как бы Там Александр Дмут Там не знаю Из вашей общины Что то я услышал Насколько я разбираюсь Что то он там Про библейские переводы Про 19 Да разве не Не было библейским Обществом В 1806 году И еще переведено там Где в Париже А потом у нас Митрополит Московский Что то он расскажет У нас только на русском языке Появился в конце 19 века Разве я что то путаю Поправьте меня Ну речь не идет О Библии И мы сегодня Обратимся к баптистам Допустим Тысячу Ну у них Нет Митрополит Московский Хиларет Разве не в 16 году Перевел уже Конечно Библия Вот это Синодальная Перевод 1876 До Пашкова еще сколько Ну хорошо Пашков что то там сделал Перевел там Где Нигде ни одного слова нету У баптистов У всех до одного Библия Синодальный перевод Наш православный Синодальный Хотя переводы Я говорю Когда издают католики Наши синодальные За рубежом издают Синодальные Адвентисты Писятики Все синодальным переводом пользуются Что тут Нагораживают то Это просто он Неправду говорит И все Мне перелопачивать Неохота Я просто изучал Православную Так скажем Церковную историю Может каждый Под себя тянет Может нас обманывает И я решил Уточнить Я как бы Немного Из других источников Знаю Я просто Когда в семинарии Поступал Пытался И изучал Вроде Там другие Года Были Насколько я помню А что ты услышал У меня Так Сомнения Сократные Ну ясно Ну в общем то У меня больше Вопросов Пока нет Нет Любой вопрос Надо Смотреть Как Наверное завтра Будет ролик записан Про Дональда Этого Трампа Вот Вопросы-то Задают люди Как вы смотрите То что вы избрали Вот он Говорят там Православные Он такой христианин У нас такие отношения Сейчас будут Что он вроде Выдвижение с Путина Ну то есть Такую городят Ну если такое Может У меня есть еще один вопрос Если вам интересно Чтобы Тема была Тогда И мне интересно Тогда уж не Дональд Трапп Он и не так интересует А вот патриотизм Тема Разве можно Патриотизм Разве Патриотизм Разве можно убивать Ведь Христос же Нельзя Никому Вот это вообще То что у нас пропагандирует Мы сейчас поговорим с вами Я вам скину свои ресурсы И там у нас есть сайт А на сайте Как только ткнешь Ну а ткнуть очень легко Нажми контр Вот левая крайняя И Нажми и держи ее И курсор направь только на нее И она откроет сразу ролик где-то Это Наш сайт библейский И там вверху Видите отдельные книги Которые у меня есть К истинному православию Ну а дальше Как ее ткни Она откроется оглавление И по оглавлению Вы найдете А я говорю вам Любите врагов ваших О войне Все написано Все И это все скрывают в церкви Сколько было таких Которые отказывались служить Языческому самим с оружием И им явился ангел И сказал Правильной дорогой идешь И они так и отвечали Там все Абсолютно Тем более сейчас можно Альтернативную службу избрать Принять присягу Не принять присягу сказать А тебя направят там с больными С заразными возиться там где-то И ты должен пойти И служить тебе Не полтора года А два с половиной У нас никто не служит Все идут заранее Кладут заявление в военкомат Мы готовы служить Альтернативной службе Их никого вообще не призывают То есть А где найти это вот К истинному православию Да 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 Сайт мой Ну просто заведите может Сайт во Святи Библии называется Я уже на нем Я уже нашел К истинного православия даже Нет от К истинного православия А дальше смотрите вверху написано К истинного православия Ткните в него В эту книгу А главное что ли А дальше заголовок идет Дальше оглавление идет Ну это я вижу А я говорю вам любите врагов ваших Это заголовок такой Найдите А 200 Нашли? Да Теперь в него ткните И откроется Более богатого материала Вообще нету В мировой литературе Нету Я сорок лет собирал материал Покрупиться Ага Все Что говорит Библия Вот смотрите Что говорят святые отцы Что говорят жития святых И что говорят вселенские каноны Вот по четырем параметрам дан ответ Там у вас все есть да? Все То есть сверх этого Уже ничего нельзя А крещение А покаяние А церковь А священство Добавить к этому ничего нету Просто нету Выбрано все Мое то там как Андрей Кураев говорит Он Игнатия то своего то не говорит Только слова связующие даю Он говорит поднял пласты Которые мы забыли На это я посмотрю Да Да Ну там возражать то Не мне возражать Если кто то возражает Я недавно только с одним разговаривал А он не согласен Я говорю А с чем не согласен Ну вот Я тебе показал что написано Вышел на меня мусульманин А Можно ли у вас поселиться в Потеряевке Принимаете Или я говорю Мусульман принимаем Если они Примут крещение Поистине станут христианами Он у меня местоописание дал Почему я сказал Так он сразу ответил Вы ненавидите ислам С чего он взял Ненавидите ислам Сейчас у меня еще вопрос А вот это Исламная большая тема А вот я хотел спросить Вот Христос же помните Ссылается Когда его Во-первых про развод Я хотел спросить Я сколько слышу батюшу Меня прям обидно В принципе ведь Мы же знаем заповедь Да Прекрасно данную В раю Что муж и жена По сути это образ Сочетание души с Богом Да Вообще брачный союз Поэтому любое действие Рассматривается как Так подождите маленький А что Повторите еще Повторите еще раз Я хотел поговорить об измене О вторичном браке О вторичном браке Понял Я просто сейчас сформулирую быстренько Ну я понял Так что если жена одна живая А женился второй раз Нет 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 Об измене После измены По любодеянию Ну можно развести Я сейчас скажу Вы послушайте минутку Я две секунды сформирую То есть Христос спрашивает Да Он ссылается сам На книгу бытия на первую главу Да Вам сказано Это вам Моисей дал По жестокосердию Да А я говорю вам Кто разведется Не важно Только кроме любодеяния И то вторично Как бы жениться нельзя Да Павел то же самое Говорит когда там дает Целую главу об этом И говорит То 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 Можете делать Можете делать Но я от Бога принял Что кроме вины при любви Никто не имеет права Развалиться там жениться Мы там знаем Что это и в дедахе Написано И в пастыре Ермов Опять повторяется Видите Почему сейчас опять Вы думали Что можно второй раз Там повенчаться Пожениться Почему церковь благословляет Это на каком основании Сейчас опять Вот в 2000 году Эти археи выпустили Это основа самих концепций Там опять написали То есть какие-то Пытаются условия опять написать Но если Христос Ведь мне кажется Просто Надо быть таким Ну совсем Человек Чтобы вот Христа Даже спросили То есть уже стопроцентный образ То есть не я ссылаюсь Там на книгу бытия А вот Христос Сослался Скал так не было От начала Не важно что сказал вам Моисей То есть вы погрешили Я вам не могу сказать Против истины Я буду такой же как вы Отец и лжик То есть вот как сотворил Мужчину и женщину Два плоти едины Чего Бог сочетал Человек не разлучает Все То есть получается Я так понимаю Что ты можешь Как бы разойтись Вот бьет муж жену Да Она может уйти Да в родительский дом Допустим Да Но замуж она больше Не имеет права выйти Она может до конца жизни Прожить не монахами Отдельно У вас дети Вы может все равно соединитесь Как Господь говорит Как Павел говорит Может вас плоти соединит Ну хочется да там Может у вас какие-то дети У вас дети остались Все равно Может быть через год садись Через два Через три Как к Богу возвращается человек Да вот он отошел Ты не имеешь права идолу поклоняться А от Бога Ну мы все чуть-чуть С маловерной Отпадая возвращаемся Брак между мужчиной и женщиной Это образ Брака между Духом Святым и душой Да Группа Твоё сочетание Поэтому тут Какие могут быть Дозволения Вы можете расстаться Там Побой Невозможно терпеть друг друга Но не разводиться А если ты не не стал разводиться Как ты можешь еще раз жениться Или замуж Все Так я понимаю Абсолютно так Вот теперь причина Почему разрешают Разрешают В первую очередь Он превышает свои полномочия Главное Священник не может разрешить А епископ может Да власть-то одинаковая Епископ От священника отличается только одним Что он может рукополагать То есть новых рождать священников Больше ничего А все остальное у них одинаковое Все одинаковое Ну и Даже то что монахи Именно монахи должны быть Это тоже пришло потом Это не евангельское усыновление Что епископы все должны быть неженаты А еще он так в семейных вопросах Разберется В этих И вот здесь Сначала же были и такие и такие правила Ну конечно Петр был женат У Петра то еще было Павел говорит Что не имеем ли право иметь Женой сестру Павел прямо вопрошает Да 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 И ссылается на Петра Что Петр то ему Так здесь Они боятся потерять Прихожан Паству Больше ничем нельзя объяснить это дело И все говорят Народ сейчас пошел слабый Это все Выдумки поповские Нигде не написано Что будет народ слабый И тогда правила не будут действовать Нет этого Христос вчера Сегодня во веки тот же Закон вечный Написано Вечный закон Иные слова вечный Понимает до среды А в четверг можно Безобразничать Тут вопросов никаких нету То есть беззаконие Разве не должен священник сказать Вот слово истины А ты делай как хочешь Да 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 Разве он имеет право еще и благословлять К тому же Абсолютно правильный вопрос И выход один такой Никогда этим не занимайся И другим подскажи Вот мне вопросы задают Вот я с ней встречался Не удержался От первой жены ушел А это забеременела А вот я ее если оставлю Так она с собой что то сделает То есть он благодетель какой Что ты раньше то не думал то Петлю на нее накидывал А что Ничего нету Или иеромонах Иеромонах То есть он монах был Женился Ребятишки А уже видно Жена то ему там допекает теперь Что теперь делать Ничего Ты блудник Блудник Поэтому Тебя церковь не венчала Ничего не было у тебя И поэтому Нажи то Детя написано Дети будут свидетеля Разврата родителей На суде Божьем Тебе нельзя сказать Что ты с ней не был Не спал Ребенок Дети это свидетели Разврата родителей Так премудрый Соломон говорит И нам надо согласиться с Писанием Ну в принципе Соломон и был чадом при Лебудеянии Ну да Соломон тогда вообще Он Поэтому вытянуло на всех Писание даже говорило Чтобы к большому богатству не стремились И евреи то как будто не слышали этой заповеди Ну все богатство мира стащили к себе Я недавно хотел узнать Сколько же золота в мире Я никогда не думал что столько Оказывается куб Длина Высота ширина Двадцать метров и двадцать сантиметров И все больше нету Вообще Куб Двадцать метров шагами можно измерить Это все золото мира Не считая там которые браслеты Ну разное такое Которое на поделках А вот именно в слитках Которое Вообще А вы не скажете Ну талант то я по-моему знаю сколько это А вот сколько динарий Это единицы мер Нельзя сказать сколько Если говорили на царские рубли Но тогда на один рубль можно было корову купить Слово то рубль то у нас меняется Вот давно ли мы миллионерами все были Нет а можно вот этот Вот помните сколько просил Этот В притче Ну кому царь простил А должник пошел По весу По весу талант Есть две меры Одна мера двадцать шесть и шесть десятых килограмма И отеческая мера сорок четыре Разница очень большая Но тут вот еще что Когда Давид победил там царя определенного Он говорит Венец его взял И в нем был талант золото Что он на голове двадцать шесть килограмм Или сорок четыре держал Тут никакая голова не удержит Вообще непонятно То есть Эта мера менялась Менялась И значимость ее Поэтому определить точно Мы можем Ну высчитывали На царские деньги А царские деньги И сегодняшним вообще ума не положишь Сколько на нашу рубль то Вот смотрите Давно ли было Рубль и доллар равный А сейчас За один доллар Там шестьдесят пять Сколько дают Рублей Ну поэтому Так Ну вот тогда к вопросу возвращаемся Вот я к чему еще хотел заодно И с прелюбиянием разобраться И вот раз Христос Ссылается на книгу бытия Как истину Непреложную Которая не менялась То есть вот истина Это царство любви было Которое он создал Абсолютно совершенно Пока там греха не было И вот с тем же мясом Вот Если я не вкушаю мясо Именно по любви к животным Да Которых Бог и дал Люди души живые Это что Причем я не просто Не какое-то фарисейское Вегетарианство А именно из-за любви Потому что я хочу Быть в этом раю Я хочу в рай вернуться То есть если я себя сдерживаю Именно потому что я люблю Животных Да то есть я Я же не могу терпеть страдания А они души живые Никто же никогда не говорил Что рис нельзя кушать Ему больно Да Никогда в жизни Ни в каком народе Такого не было Животины Это и так все знают А у нас еще заповедь У христиан есть Мы прекрасно знаем Вопрос в чем Сам вопрос В чем Мясо вкушать В принципе же тоже грех В принципе Вот если так рассудить В параллели Вот с этим С прелюбодеянием Которое из рая Что ты не имеешь права Рассолодиться По идее Что райская заповедь Есть только пища Всякое сеящее семя Ведь это после потопа Это уже попущение было Когда люди разрывали Животину в клочья Это же понятно Все Теперь апостол Павел Посланник Тимофея пишет Всякое творение Божие Хорошо И ничто не предосудительно Ибо освещается Словом Божьей молитвы Если кто запрещает Пищу есть Он называет бесовским учением Ну да Запрещать допустим Я не имею права Но призывать я могу Вот любовь Вот святость Это же истина Мы не едим У нас нет мяса в семье Я знаю что вы не едите Я имею ввиду Как лучше поступать Призывать Если я призываю Хорошо Чего тут плохого Это же любовь Конечно Почему нет Правильно Мы просто не нуждаемся Нет Знаете что Меня упрекают За то что я ссылаюсь На Библию На первую книгу Ну их не надо смотреть Знаете Мнение неверующих людей Златоуст говорит Атапис комара Жужжане жука И карканье вороны Да проходи Мимо Караван идёт Своей дорогой А пёс лает Только дело Ну то есть это за мной истина Если я так говорю Да Если я ссылаюсь на слова Христа И на Я знаю кто Ян Златоуст Говорит так Вот представьте в город В городе Хорошая гостиница И кто-то на коне Запылённый Подъехал А ему места не дают Видят он Запылённый Одежда порванная Ну и Его не пускают Он до самого вечера Сидит И вдруг говорит Трубный звук Все в городе Выскочили Едет император Император Тут все двери распахнули Он прямо к гостинице А это его сын Вперёд приехал Его не узнали Теперь они не знают Куда положить Куда что И как извиниться Ну он к тому как Христа не приняли Люди не узнали Сын царя пришёл на землю Так нас они не узнают Мы дети царя небесного Отче наш Отче то есть отец Мы его дети Он так и называет дети Христос говорит Леси у вас пища на берегу Они нас не узнали Да мы Незнатные Павел говорит У нас узнают Мы нищие Но многих Обогащаем То есть у нас есть И духовное Чем поделиться Так что А у вас есть Вот на сайте Вот помимо Вот этого Патриотизма И любите врагов Вот о мясе У вас там Там всё Сайт когда откроете Там справа 55 папок Посмотрите На сайте Верните назад Ну там стрелочки назад Раз вы уже Вышли к православию Толкните его И вы увидите Ну На главной странице справа 55 папок Это я отвечаю на 4124 вопроса Там написано Ну Это вы найдите себе что И на наш форум зайдите А на форуме Тысячу Шестьсот три темы Темы Семья Современность Колда Нет Я сейчас вас спрашиваю Вы найдёте А вот ещё посты Вижу там есть Есть Всё есть Еда Посты Посмотрите А так это вопросы Да А когда на форум зайдёте Там есть общий поиск Там храм Христа Спасителя Откните рамочка будет Зарядите пост И там будет такой материал Больше которой искать нечего Всё Как святой Но вы не ответите По мясу Вот там есть Или вы этим вопросом Всё Там на каждый день указано Весь год разбит Какие дни Что можно есть Нет Он конкретно спрашивает Да нет Да мне не надо это порезать Он конкретно о мясе спрашивает О мясе О мясе нет Только одно Что не запрещает И можешь вообще никогда не есть И вино не запрещает Я ещё Чего не опасти считаться Если я ничего не ем Кроме овощей Ну вот у нас так же У нас одни овощи Помидоры Я же молочное не ем Если Я ем только из любви Когда мне подают Молочное еду Молочное Это Молочное Я сам не покупаю А когда приносят Там помогают Там люди Ну у нас своё С деревни Поэтому молоко Чистое Экологически всё чистое На наших ребят удивляются Вы говорите С землёй работаете Такой Пилите деревья Вручную Это какие надо калории Да разве это восстановится Что вы едите Восстанавливается Да Как бык Бык одну траву ест И ничего Мышцы тонны Это всё от Бога А не от человека А ещё хотел спросить Тогда вот по поводу ислама Ведь Особенно мне понравилось Когда-то Это же у апостола Ивана Богослова Написано Что каждый Кто не принимает сына Не принимает отца Да Папа русский написан Да И плюс мы прекрасно знаем О ересах Монофизитство Монофилинство Да и так далее То есть В чём ерес Я вот всем объясняю По-простому Да что Христа По плоти допустим Принимают А по Богу не принимают Да Они Понимаешь Подпадают Как раз Подобие категории Очень удачно Они по плоти Делают такое Стоит там большое собрание Мусульман И там их проповедник стоит И какому-то мальчишке там Ну договорились Видно что с ним Он тоже мусульманин И говорит Вы верите что Христос Бог Он говорит Да мы верим То есть им надо А поручить А Бог всё знает Он говорит Да знает А как же у Марка написано А последние дни он не знает Все ха 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 Он богочеловек Мусульмане то этого не знают Он как человек Говорит не знаю Как Бог я знаю Он всё знает Он Бог и человек Как человек он молится Да минует меня ща ха сия А как Бог он говорит Да будет воля твоя Они же его не признают Как Бога человека У него два естества во Христе И две воли Вот откуда монофизиты и монофизиты Да 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 А вот вы так мне скажите Я сейчас не правильно Я как раз всё это знаю Я изучал церковную историю Я же поступал в семинары Вот А каким образом к ним относиться А то кто-то начинает Что ну вот они там А я же получается Очень хорошо Просто мне понравилось Как написал их Знаете Бринчинников Он говорит Он повторяет эти слова И Иоанна Богослова Он говорит Всякий не принимающий сына Не принимает отца Ставит просто тире и пишет Безбожник Да Мне вот так это понравилось Я помню у него там В письме написано То есть Как же он говорит Вот он в Бог верит Получается он не верит Если он Христа не принимает Он верит в кого угодно Только не в Бога Да Правильно Если он не принимает Христа Потому что Христос для нас Воплотившийся в логость Божий Да Бог Второе лицо Троицы Я говорю Ты на него смотришь Ты смотришь на отца по сути Он говорит Как ты видел меня Видишь и отца Да Всё А вот интересно В первые века Было где или нет Я нигде не нашёл Чтобы еретики Сами Без вмешательства православных Вернулись к истине А у нас в России Это было Никто и не заметил Адвентисты седьмого дня В их учении Учения о Троице не было Они не признавали И вдруг я сейчас Встречаюсь с ними Прямо вот где-то Ну может быть лет пятнадцать Они приняли Слово Троица употребляет И говорят Бог Отец Бог Сын Бог Дух Святой И сей три суть едино Это я единственный случай знаю Это Бог так сделал Адвентисты седьмого дня Баптисты это признавали всегда Литеране признают Католики Там Вот сейчас этого избрали Они Трампа Он Пресвитерианец Протестант А это была Которая Клинтон А она методистка Я посмотрел Они ничем не разница друг от друга Одинаковые Для нас православных Они Еретики У них нет рукоположения Они признают два таинства Крещения и причащения А на самом деле там ничего нету Они не признают присуществления Хлеб ломает Хлеб остается Да какая тогда разница Мы так Вкрушаем тело Христово И пьем не вино А кровь Кто не будет есть плоти Сына человеческого Не будет иметь в себе жизни Христос сказал Поэтому такое все Вот я смотрю на них Вот сейчас Да любой там Все бриты Женщины без платков Молятся И до самого вольность Ни одного поста не соблюдают Как это Какая вера это Из Библии Одиннадцать книг Выбросили А эти Которые Библии Это осталось Шестьдесят шесть книг Они вот так вот и считают Стих признают Два не признают Как будто никогда их не было Я говорю Вы считаете числа Да А шестнадцатую главу Почему никогда не считаете Живьем в ад Сошли люди Которые отделились от церкви От Моисея Живьем Дафан, Аверон и Корей Они вообще это не касаются Восьмую главу Деяния Деяния апостолов Тоже не хотят считать У евреев Это пятьдесят третья глава Исайя Они ее обходят Там говорится Взял на себя немощь И изъязвим Мы говорим Кто это? Равин голову опустил Отвечает Не будем об этом говорить И видно что у него Слезы в душе Я вам кстати могу ролик скинуть Если интересно Где еврей там Он умеровал А знаете как тоже Он Исайя читал И видит Он говорит Вот Мессия Он говорит На Ослике должен прийти А он современный У меня ролик есть А он говорит А он к своему равину Начал домогаться А как вот на Ослике Ну сейчас такие времена Он говорит Минимум на Мерседесе приедет А если еще Через сколько лет Может на тарелке уже будет прилетать Он говорит Ну как сейчас возможно Чтобы он на Ослике въехал Он говорит Ну это же бред Кто сейчас в храму нет Я говорит Так начал к апостолове Дошел до того Что да и признал Христа Прочитаю Евангелие Что да Вот он уже въезжал На Ослике Вера все превозмогает Если есть вера и смирение А вот я не признаю А я простыми словами отвечаю Христос говорит И сей я с вами Во все дни до скончания века 28 глава 18 стих Матфея Во все дни Во все В четверг В пятницу В первом году Во втором В сотом Я говорю Кто так понимал Как вы вот баптисты Во втором веке Назовите хоть одного Никого не было Уже были храмы Иконы были Всегда совершали Крестное знамение Такого не было Чтобы не совершали Но совершали одним перстом Златоуст говорит Все Если только мы Православные не правы До лютера Выходит Полторы тысячи лет Христа на земле не было Он говорит Я во все дни До скончания века церковью Нам Так а вы нас судите Нет это вы судите Вы полторы тысячи лет святые Мученики Вы всех спихнули Ни Златоуста Ни Василия Великого Это вы осуждаете А не мы А вас что осуждают Это вы еретики Откуда вы взялись Причина отделения Только гордость Гордость Ну да Хотел еще вас спросить А вот вы читали Симеона Нового Богослова Симеона Симеона Да читал Симеона Нового Богослова Симеона Нового Богослова И ему я могу Приравнять только Исаака Сериянина Когда я насчитывал Добротолюбие Там все святые отцы Пять томов Это самое трудное Насчитывая На пленку Я должен дать Нужную интонацию Через 25 минут Или полчаса Я полностью Как выхолощенный был Я никогда днем Не ложусь спать Здесь я должен был Минут 15 Выпить Воды с медом И 15 минут Полностью отключиться Чтобы начать считать Вот почему Был такой Василий Он был Епископ Брюссельский Московского Патриархата И он И он Говорит Пишет Что Феофан Затворник Не решился Переводить Симеона Нового Богослова Я говорю А почему Я наконец нашел Потому что Православные Впадут в уныние Признав себя Неверующими Он говорил Так как будто бы Вот сегодня Христос пришел И он нас сделал другими Таких людей Называли Ангел на земле Или человек на небе Вот так Так что Симеон Новый Богослов Я один Когда человек Покаялся И видно что Священник И вперед пошли Я говорю Дальше мы начнем Симеона Нового Богослова И тогда мы увидим Кто мы такие Что означает Наша жизнь Любой Помысел Как зарождается Ни один Подвижник Этого не говорил Ну в общем Вам он нравится А я просто еще А может быть Вы тогда знаете Вы мне подскажете Я Кривошейн Ну я сейчас читаю Не до конца Всего Нового Богослова Я прочел Все слова Все гимны Сяло тяжело Но у Господь Когда трудишься Конечно подает Потом оторваться Не мог Хотя все равно Каждое слово Понуждался Я сам конечно Для меня это было Третье мое Открытие в жизни После Евангелия Антония Великого Вот А я просто Потом я читаю Сейчас это Василий Кривошейн Правда что-то вчера Бросил Немножко мне конечно Тихотит Что он начинает подтягивать Под себя Все-таки он же Епинском там Он начинает Ну как смягчать эти углы А я это уже прочитал Семен Я понимаю Что там речь И как он это Выпиял всегда Он как раз не делил Не на монахов никогда Там только в двух словах Он там в конце Когда безмолвий Там говорил Да Какая разница Мирянин или монах Тебя никто Внутри Он всех называл христианами И каждый раз говорил Вы не христиане Вы не христиане Он как раз там я Четко подразделил Есть люди рожденные Свыше А есть нет И вот те Кто рождены свыше А это идет сначала Бесстрастие Потом рождение Только эти могут быть Священниками Только эти могут Разрешать Там не разрешать Только эти могут Совершать Литургию Только эти могут Прощать Только эти могут Обличать Это они в образе Христа То есть те кто Именно вот уже не просто семечко получили там в крещении, а именно родились, все, стяжали благодать, как Серафим Саровский. Только эти люди могли так от себя говорить, как и он, помните, у него там беседа, есть как он прям пишет, как он с Богом, и Бог ему говорит, пиши, что я тебе скажу, а он прям прям пишет. Я забыл, какое там слово-то это. Вот это меня, конечно, поразило. Я понимаю, что если кто прочтет, он будет в шоке просто. Человек, который не пережил, это сказать не может. Он этим жил. Он самое малое в себе движение ко греху улавливал в самом зачатке. Это интересно. А помните, он же в последних словах в 90-м каком-то, оно так и называется, именно прохведь, а Божий. Ты должен говорить об этом, ты не имеешь права молчать. Он говорит, за тысячу лет забыли, что, оказывается, цель жизни христианской о Божьем, и оказывается, ты здесь получаешь залог бессмертия. Ты здесь можешь получить вот это состояние, как он говорит, на суд не приходит. Это все об этих людях. Не о нас, фантазерах, а об этих людях, кому Бог открылся. Это человек на суд не приходит, это человек по Христа облегся и так далее. Это человек бесстрастный и так далее. Он говорит, ну здесь ты это можешь узнать. Воскресенье, туши своего мертвеца, тебя здесь Господь покрывает. Именно эти люди молятся о других по-настоящему, и Господь все ему дает, даже, что он, грубо говоря, в основном попросит, Бог по твоей, по любви к тебе, все тебе даст. Он говорит, наша молитва действительно переставляет. Вот это меня, конечно, поразило. То есть, он говорит, вы должны это проповедовать. И меня, а, вот что я хотел спросить-то, я начинаю читать этого Кривошейна. Начало мне понравилось. Он как раз показал, что сначала перевел какой-то, кто-то там, Миренин, что ли, какой-то. И он тоже, говорит, видимо, далеко был недуховный. И, говорит, когда я это читаю, начал все это, ну так, переводил более такие вещи, аскетические, еще что-то. То есть, вот все эти углы, где там Семен описывал свои эти переживания, видения, все эти, он все это пытался умолить. Это было, по-моему, в конце XVIII века, да. И потом он все, я читал, ну да, что я, а когда уже Феофан, Затворник, уже, конечно, перевел более-менее нормально эти слова, а гимны вообще отложил, и потом и доперевел кто-то там другой. А мне интересно стало, а Серафим Саровский мог их читать или нет? Феофан перевод в конце XIX века, Серафим Саровский жил, ну, до 833 года. Получается, если он и мог читать, то только тот, и Паисий Величковский мог переводить Семен Нового Богослова или нет? Потому что ведь единственный, кто потом после Семен Нового Богослова повторил эту хотя бы фразу, что цель жизни христианской — стержать дух, это только Серафим Саровский. Больше никто такого. Нам опять свечки ставьте, молитесь, кайтесь. А что ты должен получить этот залог, получить это вещание, действительно быть уверенным, ну, грубо говоря, о своем спасении, как кулят протестантам, но они-то, понятно, ну, это прелестное, их обетование, уверенность. Они говорят, что без креста это получили. А там, да, ты повиси с креста, вот ты получишь. Ну, ты должен получить, конечно, может быть, перед смертью. Такие были почти все. Вот как это понять? Почему только Серафим через восемь веков и слово в слово практически, да? Кратенько. Серафимовская беседа с Матомиром прям девяносто слов вот сжатые. Вот он говорит о такой молитве, о дерзновидной форме, ну, обо всем. Там, что даже какой-то там блудница, молитва, как она там выпияла, не за грехи мои, еще от блуды не отстала, шла, но увидела и выпияла там, ну, по молитве ради этой там грешницы и воскресила. То есть какая-то блудница воскресила, ну, не воскресила, а вот, как говорят, молитвой даже смогла Бога преклонить на воскрешение ребенка матери. И, в общем-то, у него вот это написано. Как вот это понимать-то? Это по духу было, или он читал, мне интересно? Я знаю, что Серафим читал «Добротолюбие», ну, было ли там, он какое-то грецкое, может, читал уже, или с Оптина выпускал «Добротолюбие» уже, или нет? Не сможете мне разрешить это? Я понимаю так, каждому человеку Бог назначил уже до рождения его путь. Отче твои видели зародыш мой, 138-й псалом говорит об этом. И поэтому то, что должен был сказать Златоус, четыре столетия прошло, никто не сказал. И вдруг он рождается и наполняет вселенную рекой проповедей самый плодовитый и святой отец. А почему до него не был, не знаю, потому что он не родился. Андрей Кесарий Кападокийский, четвертый век, первый, кто толкует откровения Иоанна Богослова. Теперь дальше. Вот у нас трехтомник у меня вышел, я его издал. Впервые за 2000 лет в одном из знаний это трехтомник. Полное толкование с откровением вместе. Я даю там 200... У кого? У вас вышел? Да, да. Трехтомник. Каждый том 752 страницы. И там мы... Самый лучший иллюстратор Гюстав Доре, мы раскрасили его в святах, 230 иллюстраций. Это все в эти... В три тома вошло там по 80 картин. И даю там 297 комментариев на слова, где говорится о проповеди и о Слове Божьем, чтобы изучать. Почему никто не сделал это за 2000 лет ни разу? Какой ответ? Когда скажешь... А чьи вы даете комментарии там? Мои комментарии на места, где говорит блаженный Афеофилак о необходимости проповеди, о необходимости благовестия всем. Он сказал... Нет, вы сейчас сказали, я чуть не понял. Вы об откровении сказали? Об откровении она богослова, об апокалипсисе. Или свои комментарии даете? Вы с толкованием полное толкование от Матфея до откровения. Чтобы сразу в одном вот так выходили книги, не было за 2000 лет ни Восточной, ни Западной Церкви. Доходят до евреев и все. А откровение всегда было отдельно. Но у нас с откровением работал отец Геннадий Фаст из Менонитов. Он пришел в моем доме, стал православным. Он сейчас в патриархии, магистр богословия. Он собрал всех святых отцов, которые... Ну, сохранилось, конечно, там, может, больше было. Которые толковали откровения. Все. И это все в наш том 430 страниц заняло. Полное толкование. Из современной секты опровержения. То есть такого издания... А Верки Таушев, я знаю, что еще. Кроме того, сказанного, уже ничего нельзя сказать. И Таушев, что там о Верке говорил, оно все заключается в словах, допустим, это у Иринея Леонского, это у Папи Римского говорится. Не Папа, Папий. название где-то. Спрашивается, а почему до вас не издали? У меня ответ один. Каждому назначил Бог что-то сделать. Пришло время, я даже и не думал об этом. Вот оно, я покажу. Вот смотрите, как он. Это том 1. Второй. Да, том 2, но это один том. А так, первый, второй, третий. Вот оно, как с закладками. Так а чьи вы там собирались, кроме Феофилакта? Что же? Он говорит, чьи собирали, кроме Феофилакта еще? Блаженный Феофилакт. Это в 11 веке был архиепископ. Нет, его-то и так, в чем-то отличие в вашем сборнике от Феофилакта, я не пойму. Он не поймет, в чем отличие у вас от другого, Блаженный Феофилакта. Ничем это и есть Блаженный Феофилакт. То, что Игнатьевич... Да, есть же издание, выпущенное. Он вас не понял, что вы... Поясните, что вы давали комментарий на Блаженного Феофилакта. Вот, что он не понял. Вот, смотрите. Допустим, второй том. Я сейчас покажу конкретно. Вот, смотрите. Вот его... А вот здесь вот, посмотрите внизу, и Л, и другим шрифтом написано. Я выделяю слова. Какие здесь слова? Беседовал днем и ночью постоянно. Теперь я дальше это раскрываю. Что об этом Златоуз говорил? Иоанн Кронштадтский. Другой объясняю, что... Почему священники-то не учат народ-то? А он беседовал, это Блаженный Феофилакт говорит. То он толкует Диане апостолов. Берет толкование из-за Златоуса. А я теперь его вот это, маленькое, у него вот сколько толкования. Я его вот на сколько расширил. Потому что за 900 лет уже другие там, святые отцы, еще что-то сказали на это. Я ничего нет. Но дальше я комментирую, приближаю к сегодняшнему дням. Вот дальше черта. И вот... Это не видно. Нет, нет, я все вижу, я понял. Видно где? И вот здесь... Подожди, он там балуется. Сейчас, минутку. Я вижу, там жирный шрифт потом такой идет. Вот жирный, это те слова, которые я беру за то, чтобы расширить их. И дальше что написано? Постоянно беседовал днем и ночью. Я несколько раз это слово повторяю, чтобы вдолбить его в мозги. Я говорю, священники, даже исповедовать, если ты не проповедовал, не говорил, ты его затормози до причастия-то. А то спрашивают, там ел, нет там и молоко, а то, что не проповедовал, то это грех-то больший. Вы обязаны постоянно проповедовать. И это место теперь я его разъясняю. И опять повторяю, опять. И так в каждом месте. Где говорится о слове Божьем, я сразу начинаю его расширять, это слово. Ну и сначала жирным курсивом. Вот. Вот открываю в другом месте. Вот как оно выглядит, посмотрите. Вот оно. Это 230 иллюстраций. В свете сделали. Как сейчас мировая война, вторая мировая в свете. Так и здесь. Вот он сказал, повсюду ходили с проповедью. Вот слово. Я его теперь, это слово расширяю. Кто, что про это сказал. И таких комментариев дают 297. Не толкуя, а блаженного фефилакта расширяя. Я понял. Вот так. Вот оно как выглядит. А у меня, кстати, вопрос сразу такой походил. Мне даже сам священник говорил, что это вот они сейчас, говорит, азмь недостойный иерей, прощай, разрешай. А буквально, ее подменили от молитвы. Он говорит, буквально еще, по-моему, 50 лет, но сам прослав священник, он погиб, он в Царстве Небесном, где я тут живу, в деревне. Вот он мне сказал, когда я просто не запомнил, да и не стало, мне это как бы все равно. А потом что-то как-то вспомнилось. Вот вы не скажете, действительно так. Он говорил, что раньше говорили, Господь прощает, разрешает, да? А я лишь свидетель. Что это только с недавних времен с каких-то обновлений, сказали, вот этот азмь недостойный, прощай, разрешай. Он говорит, никогда такого, конечно, нет. Нет, он говорит, азмь недостойный, недостойный, благодатью данной мне от Бога, да простись ты и разрешишься во имя Господа. Он говорит, он не прощает, прощает Бог. А я только свидетель того, что ты покаялся. И теперь завтра он прищищается, после Исподииспоид, накануне бывает. В прищастии нет прощения, оно в покаянии. Люди вообще ничего не знают. Счаще исповедуйся, чаще прищищайся, чаще болеть будешь. В церкви прищищались, четыре раза в год прищищались только, четыре. Ничего чистого не соединяется ни с чистым. Тебя мывает покаяние, а ты соединяешься уже с чистым Христом. Правильно? С первого крови. Видите, лекарства Бог нам дал через святых своих мужей. Согрешил, допустим, ну, изменил жене там где-то. До 15 лет. Отпущен от церкви. Если многие слезы плачут, Василий Великий говорит, Анкирский собор до 7 лет, ниже уже нету, 7 лет. И разбивается на 4 ступени. Сначала на улице, потом в притворе, потом уже в храме, но только не прищищается. Вот срок, который делится, равное счастье. Если как Кашпировский, он колдовал там, на 18 лет отучается, а сегодня священники вообще эпитимью не накладывают. Это эпитимия, церковное наказание. А наложи эпитимью, за один аборт 10 лет. А их таких абортницы, полхрама набито. Ну и что? Да вот они не будут ходить, тебе не надо об этом думать, ты обязан сделать по закону. Но они попыток, работать они хотят, и поэтому они колобродят там, что хотят, то вытворяют. Каноны вообще забыли. Я говорю, каноны издавали святые отцы на соборах, 1500 епископов было, а ты один. И чего ради? Кто ты такой? Да вот сейчас народ другой, ну и что другой? Ну 10 лет назад народ был другой, что на наших дорогах теперь, ну, давят пьяно, и что, посослабили? Наоборот, больше штраф, еще строже. Закрутили гайки, и меньше стало. А если бы сделали, как в Таиланде, там за рулем пьяно, ему 40 ударов, его привязывают, врач сидит рядом, осматривает и показывает, как порят, и кровь течет из него. Он месяц будет на животе лежать. Я говорю, а сколько аварий вообще нету? А пьяных сколько нету? Вот одного поймали, говорит, все. А еще, знаете, что у вас хотел спросить? Опять у меня вопрос. Вот Исаак Сирин, он все время ссылается у себя в беседах на блаженного, да, толкователя. Ну, в принципе, Иларион Алфеев и там потом она, да, там редко-редко в основном просто блаженный или блаженный Ивагрий. Он же ссылается в основном, он же сам по сути их, так скажем, ученик, на Ивагрия Пантийского и на Федора Мопсвестийского, да. Но, насколько я знаю, в принципе, Ивагрия это точно считают, что ошибочно, так скажем, с оригинизм смешат, я, в общем-то, так даже на звуке рулон, все это написано в его житии, то есть на предании руто. Так что, блаженный непонятно или что? Нет, нет, Ивагрия Пантийского уже осудили, тоже вместе на пятом с собой. Ну, да, мы осудили и все еще упоминать. Нет, не упоминать, но у него очень, он-то сам и ученик Василия Великого и Григория Богослова Диака и, грубо говоря, духовное дитё Макария Египетска. То есть, в принципе, все же говорят, что у него как бы то, что у него написано, мне очень нравится, вещи прям такие очень хорошие. Я просто как-то всё думаю. Я не в том, что там, я пользуюсь не просто так для себя, на самом деле, мне просто интересно. И тот же Фёдор, и тот же Исаак, он же на них ссылается, ничего, их не отчата, да, по сути, и ничего. Да и сама церковь сирийская в то время получается юридическая для нас-то, или как, она же не приняла ни о коих двух соборов, то есть, уже на втором соборе приткнулась, ну, на третьем, так сказать, как правильно сказать. Ну, то есть, два приняла. И ничего, сенсейская церковь, и мы его не ж не хулим, что он там. Мне приходилось много преподавать в университетах, школах, техниках, милиции, там, воинских частях. Я никогда не беру вот то, что нельзя запомнить. Для меня вот образец. Новый завет, толкования блаженного фефилакта. Это ни день, ни два. 53 года я веду занятия везде, в разных учреждениях. Вел. Уже теперь не хожу нигде. И другому, если буду говорить что-то, он и не запомнит. Вот сейчас мы даже блаженного фефилакта считаем, есть места, которые через пять минут ты уже не произнесешь. Почему он сказал так? Почему именно это? Он дает объяснение, но объяснение такое, которое я для себя только знаю, а другому я дать не могу его. Почему? А вот если издавали Библию, Лопухина. Ну. Я однажды решил, это технический университет у нас тут, в нем, принес и решил по нему провести один урок. У нас пятилетняя у меня программа, полностью новый завет, из ветхого песня песней и противосектантские материалы и отвечать на вопросы. Пять лет. Это подготовка к окрещению пять лет пошла. И вот если я начинаю здесь говорить, а через пять минут спроси, не могу сказать, уважаю этого, у Лопухина такое и есть. Там когда, где, на каком языке, как написано. Я кое-как два урока провел, его унес домой и больше ни разу не принес. Надо дать просто. Говорит, там ангелов 100-100. Просто как по поводу Лопухина я ничего не говорю. Читать очень тяжело, бессмысленно. Для себя можно. А когда ты другому говоришь, я, допустим, нахожусь в дороге где-то, я должен это все знать наизусть. Какое место Писания не открыть, мне надо его растолковать, не противоречивая никакому месту Писания. Как заповедовали святые отцы. Это я, как щадо православной церкви, я обязан не выходить за эти рамки. А меня обязательно старается вытащить кто-то за это. Зачем? Я вот с католиками, повторяю, никогда не спорил об исхождении Духа Святого. Никогда. Святыецы объяснили. Но половину понимали так, как католики, а православные, притом Григорий Нинский, брат Василия Великого. Он понимал от отца и от сына Дух Святой исходит. Филеок, в котором называют. Что нас развеет? Семен Новый Богослов в первом же слове пишет, что жертва была принесена Богу Отцу. А большинство говорят, что человеку, по сути. Господь все. А он прям в первом слове пишет, прям по-католитски, что вот закородился. Прямо по-прокестантски. Я сейчас вспомню, аж бросил читать. А потом думаю, вот, пожалуйста, хотя просвещенный Бог. Я одно дело хотел никогда не подхахатывайте, когда говорите божественное. Я с одним человеком был знаком, он это делал, у него полное крушение произошло. Со всей серьезностью. Никогда. Вот так вот раз и засмеялся. Вы уже раз здесь и засмеялись. Я вас не упрекаю, просто, ну, осталось. А вот у нас сразу параллельно вопрос. А вот ведь веселость так всегда поощряли. Что такое веселость, улыбчивость, радушность. Праведник, говорит, Лесточник, говорят, был очень смешной. Праведник, говорит, едва тихо. И праведник едва тихо улыбнется, а нечестивый смехи показывает зубы. Иоанн Златоуз говорит, ты вот хохочешь, там подхахатываешь, а не думаешь, что в тебя демон вскочит. Мы смертные, мы готовимся к суду Божию. Какой может быть смех, когда написано неблаженные, плащущие, а не смеющиеся, горе вам смеющиеся ныне. То есть это совершенно несовместимо с христианским поведением. Для себя можно. Вот бывает, человек у меня тут хороший, пришли на службу, на богослужение, там он помаленько опять. Я говорю, ты простыл? Нет, а почему кашляешь? Не знаю. Я говорю, это признак одержимости. Он напугался до того, а человек работает на большой работе. Все и шло. Сначала я день-два, еще хотел, а теперь все ушло. Надо знать, много знать надо. Этого нельзя делать. Ни подхахатывать, нигде. Вот допустим, Баптист считает Слово Божие. А что он, еретик, считает? Возьми слова свои назад. Он считает Слово Божие. Его нет, его только голос считает. Ты благоговейный, если можешь, сними головной убор, как Исаак Ньютон делал. Когда произносили имя Бог, он сразу снимал шляпу. У нас есть примеры в мировой литературе, как Яна Москаменский, отец мировой педагогики. Как Златоуз говорит, у нас все иное, иное. Иная походка, иная улыбка, иная еда. А тот, говорит, даже вот пиджак, ты снял, на одном плече его несешь, говорит, почему как паяц? Ложку не перегружай, как хвост тащишь. У нас принято за столом не наклоняться. Вот этот вот у меня кусочек хлеба, я взял, и закрась стола вертикально, не заходить туда. А почему? Потому, Василий Великий говорит, всякое животное наклоняется к пище, а человек подносит к себе. Все. Я один раз просчитал, 53 года назад, больше ни разу на столом не наклонился. Не облокачивайся. А почему? Серахов говорит, стыдись облокачивания на стол. Стыдись, это бесстыдство. И этот святой Нифон, это видел в житиях святых. Идет, нищие обедают, трое ангелы, а то есть светлые юноши прислуживают. Он говорит, а как так может быть? Надо, чтобы бедные прислуживали. А ты, говорит, ангелы, ангелы. Когда люди едят с благоговением, то ангелы прислуживают. А когда со смехом, вот это все, кощунства всякие творят, говорит, дьявол всевает болезни всякие. Почему пища-то не идет в человека как надо? Вот когда человеку говоришь, они не понимают этого. Не понимают, на таблетках сидят. Вот я говорю, я за всю жизнь таблетку ни одну не съел. А зачем? Изжога бывает, изжога. Ну что ты, кислая там съел. Лекарство очень хорошее. Сухой сухарь возьми, съешь, не запивай. Все, кончилось. Лишнее там. Не надо содой давить. Завтра еще больше соды надо будет, и желудок пропал. За два часа до сна ты должен уже не есть. Не меньше двух часов. Почему? Профессор Витебский пишет об этом. Из Кургана. У него кто нарушает это правило, из больницы выписывает. Желудок, кишечник работает в этом направлении, там какие-то клапаны не удерживают, прожигает все. И у него последователь во всем мире сейчас. Там Костик Елизаров был. То есть эти знания нам никак не помешают. Это тело наше храм, его надо беречь. А сколько спать? Сколько спать? Вот этот Трампа избрали, Дональда, он четыре часа спит. Я про него сегодня целый день читал. Один у него два года подряд приезжал, он его принимал, и все-все-все про семью, какой он был раньше, как его называли. Он говорит, но вашего отца говорили, редкой породы сукин сын. Он смеется и говорит, да, так. И вот, когда считаешь про это... Вот, вы же улыбаетесь. Вот, вы же улыбаетесь. Улыбнуйся можно, я говорю. Правильно? То есть радуша, ведь любовь и радость без улыбки, мне кажется, это же невозможно. Это же физические проявления твоего внутреннего. Улыбнуйся можно, не подхахатывать. Я понял. Вот, а очень осторожно. Ян Златоус сказал, я... Нет, у меня есть такая беда, я могу даже о кресте Христовом говорить. Никак. Никак. У меня беда. Написано, этот... Ефрем Сирин плакал столько, что у него под глазами были ворозды. Да это я все знаю. Да и вот это беда, я не спорю. Написано, блаженный плащащий, блаженный плащащий и горе смеющийся. Тут разделение очень сильное. У нас у православных... Нет, но имеется в виду все-таки о грехах, а не о том, что когда мы друг другу должны... Знаете, и от радости. Вот об этом пишут Муравлевские, когда говорят, ну, пасхальная служба ночная была, крестный ход, и как я шел в лужи, проваривался, и горькими слезами заливался, мой Господь распят. Как вышел один митрополит, проповедь сказал, Христос во гробе. Будем плакать. Все. Почему церковь сказала, если 15 лет ей за прелюбодеяние, или ему, если плащет, до 7 лет уменьшалось наказание. Ну, конечно, это епископ должен решить. Говорят, невозможно, то другое. А как у нас возможно? Вот он напился пьяный, на 2 года у нас стоит за дверями. На 2 года. Если пост нарушал канон, не может его священник нарушать, у него власти нет этой. Вот обычно начинается великий пост, и бабушки к священнику, батюшка, у меня гастрит, там разные болезни. Ну, ладно, ешь курочку. У нас никто не подходит. Священник заранее объявляет. У меня нет власти на это. Яна Кронштадтского, когда заболела, врачи ему говорили, там, курочку, бульон, а он написал матери. А мать ему ответила, святые никогда не нарушали, я тебя не благословляю и есть. Он и не ел, и выздоровел. И потом сам написал в дневнике. А он, праведный Ян Кронштадтский, ходатай наш. Ну, и там, в Росе, по-моему, когда его там уговаривать, пить. Вера, какая у него была, говорит, вчера, говорит, диакон, сильно накодил, говорит, много ладану положил и закоптил митры. А у меня, говорит, 18 митр. Я огневался, но потом помолился, и Бог просил меня. Он как ребенок был. Вот это нам нужно знать. Я огневался, женщина, ребенок крещит, а она не может унять его. Я огневался на нее, но потом помолился, и Бог просил меня. Это Ян Кронштадтский пишет. Да я читал, что мы... А еще хотел спросить, вспомнил параллельно, вот, Александр, вот этот Дмуха, у Сережки там на канале. Он еще тоже такую пропустил фразу, что, типа, вот, Христос же сказали, он там ест мясо и пьет вино. Разве сказано в Евангелии, не сказано, что он ел мясо? Ест и пьет вино. Вино, да, а мясо не сказано, или я не прав? А вы там комментарии мои посчитайте. Четыре комментария моих внизу, просчитайте. Да, они длинные, я чуть-чуть. Четыре комментарии. Вы мне сейчас просто, вы мне просто, сейчас просто ответьте. ведь с мясом он опять ошибся. Там же не сказано в Евангелии мясо. И он прикаживает, что он ест, в смысле, что не постит, потому что все постились. А он говорит, а я, типа, ем и пью вино. Там не сказано, ем мясо и пью вино. Да? Ему рта раскрывать не надо. Он потерял все. Я говорю там, комментарии прочитайте. Я даю канон и все показываю ему. Как раз на него 15 лет. Это чем он занимался? Так, еще у меня сразу, я вот открыл, тем более, вышли от Илакта. Знаете, у меня очень такой вопрос серьезный, но вы-то все должны хорошо знать, только что долго не пересекли. Если у вас что-то личное есть такое, тогда, когда мы закончим, тогда спросите. Нет, 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 не личное. Как раз общественное. По причастию, вот Феофилак, когда толкует шестую главу до Иоанна, где Христос говорит о хлебе небесного, сшедшем как раз после насыщения хлебов, и предприяв в храм, на самом деле, лишней тайной вечере. И вот он тут долго-долго расписывает, Феофилак, что хлеб этот подаваемый с небес, вот, заметь, что хлеб, вкушаемый нами в таинстве, не есть образ тела Господа, но есть сама плоть Господа, и бы не сказал, что хлеб, который я... То есть он все это пишет, 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 все это хорошо, так он и пишет, что это плоть непростого человека, но могущее, бы творить, как с ним с божеством, но, вот тут почти, там сколько-то, два абзаца, а потом пишет, впрочем, ты можешь есть плоть и пить кровь владыки, не только в таинственном причастии, но и иным образом. Плоть его есть тот, кто идет путем деятельности, ибо плоть неудобоварима, как и деятельность, многотрудна. А кровь пьет, как бы вино, веселящее сердце, созерцатель, ибо созерцание не сопряжено с трудом. Есть даже успокоение от трудов, и похоже на питье, как и питье легче, чем пища. То есть я могу пить кровь, и есть, есть плоть, и пить кровь Христову крестным путем, и созерцанием получается, так, и все. Нет, это ни одно не заменяется. Он говорит, что все это рассматривается духовно. Вопросы все, ну, допустим, обыкновенное. Вот я бросил здесь кусочки хлеба, а воробей подлетел, схватил и утащил у голубя. Голуби неправильно едят, они рвут, а воробей хватает. Я теперь в духовном плане показываю. Вот так бывает и бедному. Бог дает такую сноровку, что он получает больше, чем богатый на столу. Но не надо понимать, что я и воробей тут за стол тащу. Он показывает, как это можно поминать для памяти иметь. Это не заменяет, ничего нет. Мы должны в этом увидеть и вот это. Вот как хлеб. Вот это говорит Григорий, митрополит Санкт-Петербургский, до революции был. «Один день святой жизни». Книга очень хорошая, его можно зарядить, в интернете она есть. Кто-кто-кто-кто? Григорий, митрополит Санкт-Петербургский. Григорий. «Один день святой жизни» называется брошюрка. Очень хорошая. Вот ты, дома мать говорит, готовишь хлеб и рассуждай, Господи, вот пшенищинки разные, размолотые, из этого также делают хлеб, а потом священник молится, Дух Святой сходит. То есть мы должны в каждом хлебе видеть это. Вот ты ходишь за младенцем, ухаживаешь за ним, поешь песню, а сам думаешь, Господи, ты тоже лежал в езлях, такой беспомощный. Я делаю дело такое, какое напоминает о тебе. То есть в духовном плане мы должны так понимать. Так что одно другим никак не заменяется, а напоминает. Ну, я так понимаю, лучше всех об этом сказал Макарий Египетский. Он же сказал, что Господь и положил еду для тела внешним образом, чтобы мы понимали, что дух, человеческая душа, нуждается в Духе Святом точно так же. И мы, говорит, когда видим, что люди отрекаются от Бога, мы о них плачем, потому что понимаем, что душа, что это уже мертвец на смертном адре. Все. И отсюда все у них и пошло. И Северного Богослова это отлично вскрывает. Да, вкушаем-то мы. Они, конечно, его хлебом называют. Это понятно. Но, говорит, понятно, что вкушаем, если ты не видишь Бога мысленно, если ты в него не веруешь, не пьешь кровь его страдания. Да, если тебя потом не веселит вино, как говорится, духовно, то, говорит, ты ничего не причащаешься. Если бы мы понимали церковно-славянский язык, люди, как Феофан Заторник говорит, там столько насыщенное, там все толкование. Никакого богословия нам, кроме богослужения, не надо было бы. Но мы его не понимаем. Сегодня, говорит, завтра, сегодня-завтра надо приступить к переводу на русский язык. 1861 год. Надо на русский язык. Да, я с вами садилась. Но этого никогда не будет. Ну, видите, не будет. Уже решение-то было принято на соборе 17-18 года, а тут революция, все затолкли. Прямо, какой приход хочет служить, но только сначала, если перевод сами делали, как у Георгия Кочеткова, дать на рассмотрение церковной власти. А вот у нас как принятое? Мы золотую середину избрали. У нас все по церковно-славянскому, а библейское по Риме, считаем апостольское, все по-русски. Но если то, что в Евангелии поется, допустим, Псалом 102, тогда по церковно-славянски. Если считается, считается по-русски, а поется, потому что так уже привыкли. Или вот блаженство. Если поется, мы избрали самую золотую середину. И когда приезжает нам архиерей, местный, от Московского патриархата, у нас Барнаульской епархии, митрополит Сергий, и они, диакон выходит и считает Евангелие по-русски. Лисом к народу. Выходит к народу, они в алтаре спиной к народу. И считает на русском языке. У нас специальный заказ был сделан, Библия, она закованная такая. Так и священник раньше стоял лицом к людям, а потом стал на алтаре читать. Зачем ты Богу читаешь? Как будто Богу. Да. Это людям считать надо. Но это не сам священник. У нас русские, знаете, мы на Покров в Москве в греческую церковь пришли, поздравляем, он говорит, а какой праздник? Мы говорим, так Покров сегодня. А у нас, говорит, его вообще не отмечают. В Греции. Из Греции Сарьграда получили это событие-то. Ну и Епифаний там с Андреем Еродиевым-то увидели, Божья Матерь афором прикрыла город. А греки вообще никогда его не отмечали. Он никаким праздником не считается. А у нас великий праздник, Покровский, фамилии, храмы, везде русские люди. А почему, я говорю, Покров не взяли такой, чтобы Бог защитил Ленинград? Почему бы мне отметить день разблокирования Ленинграда от Манштейна? Это не меньше было? Или победа в Сталинграде? Почему не отметить эту победу? А то встреча Симеона Богослова встретился, он никакой роли не играет. А почему не отметить, как Павел встретился на пути в Дамаск? И каждый должен Христа встретить. Маленько порадумать бы, мы бы с праздником маленечко тоже бы как-то благовествовать вначале. Люди справляют, даже не знают. А что такое Покров? Спроси. Простой-то народ вообще ничего не знает. Я вот... А еще хотел у вас раз за Богородицу зашла речь, я хотел вас уточнить. А вот не связано ли с такой ее очень сильным почитанием развития. Все-таки со времен, когда боролись и когда нестерянское все-таки начинали, что там не Богородица, а Христородица, не тогда ли стали слишком вот так развивать, чтобы, ну, как бы, понятно, из плохой цели вроде бы начали насаждать, чтобы уж совсем убить эти мысли. Но как всегда мы не туда и не переваривались. Знаете, вот... Боюсь посвященным Богородицу. Отче наш, мы сидим за столом, у меня брат родной протеерей. Я говорю, ты читал такое? Притча Соломона, 30 глава, 5-6 стих. Всякое слово Божие чисто. Не прибавляй к словам его, дабы он не облечил тебя, чтобы ты не оказался лжецом. Я говорю, самая главная молитва, 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 отче наш. Зачем ты к ней прибавляешь? А где ее прибавляешь? Я говорю, читай. Избави меня от лукавого. На дальше. Яко твоя есть царство отца и сына и святого духа. Ты открой, где ты нашел отца и сына и святого духа? Зачем ты прибавляешь-то? А почему? Ария напугал. Ария. От перепугу все это. Ария-то не признавала отца и сына и святого духа? Ты считай, как надо. Ибо твоё есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Вот. Считай, как надо. А потом отца и сына и святого духа хоть сто раз считай. Зачем молитву Господню вы добавляете? Это написано, к слову моему не добавляйте. Вы лжете? А, вот как. Теперь Богородица. Да, её облажает. Вот на везде честнейшую херувим. Уже помолились опять честнейшую херувим. Почему? И втихий напугал. Там не историй. А от испуга всё. И священник выйдет, вот в храме стоит. Служба идёт, он начинает иконы у врат целовать на одном месте и на другое. Зачем? А это напугал ещё лев от иконоборчества. Ему доказать надо, что он признаёт иконы. И церковь постановила, чтобы открыто поцеловал, это понятно. Но не надо скрывать. Ты ещё патриотизм показываешь. Ты иконы любишь больше, чем истину. Нам дано, вот у нас и по иконам никто не целует, не ходит у нас в храме. А вот когда мы уже закончили службу, на лое лежит Библия, икона, праздника, поцеловали к батюшке, благословил и пошли. А чтобы ходить? Нет. С тарелкой у нас не ходят, деньги не собирают, свечи не продаются. У нас ничего этого нет. Одна десятина всё это покрывает. Это, говорят, нельзя сделать. У нас между иконами надписи из священного писания из Библии. Икона и надпись крупно, красиво написаны. Ни один архиерей, сколько у нас служили, никто не сказал. А почему так? Почему? А почему нет? Написано на косяках, на доме, там везде пиши. Во второзаконе написано это. Чтобы слово Божие, они почему делали себе здесь хранилище, на лбу-то это. Это там же у него свёрнутые заповеди Божии. Есть тишины. Да. А вот мы это ввели, у нас тут служба начинается. За семь минут обязаны все войти в храм. А кто опоздал, стоят в притворе. Семь минут полная, абсолютная тишина. Ни движения не перекрестится. Каждый молится, благодарит за прошедшую неделю, чтобы священника огненное служение было в Духе Святом. Тогда открываются царские врата и опоздавшие заходят. Ну, можно навести порядок. Туда-сюда шатаются посторонние. У нас посторонних никого нет. У вас за храма не просят. И просить никто не имеет права милостыню. Безмирные грамоты от епископа. Это канон. А сегодня всякие прощелыги, пьяницы, все люди дают. Бог разберётся. глупости. Глупости. Феофан Нифон видел. Там один играл гуслистом. Ну, может, на скрипке. А тот подал монету. И монета в то же мгновение оказалась в пригорши у сатаны. Люди причащаются, поздравляют их. А Макарий Александрийский видит, что священник берёт чашу, открывает, а в это время чёрные феопы толкают людям уголь в рот. Считайте, за 19 января по старому стилю Макарий Александрийский, не египетский. Почему никто не видел? Но этого нам достаточно. Почему недостойно причащаются? А как, чтобы причащаться? Она говорит, неизримая рукой ангела возвращалась в алтарь. Прямо так написано. Я насчитывал Жития на нашем сайте. Все книги насчитаны. Там 50 томов мной насчитаны. Златоуст, Жития, Добротолюбие в аудио на нашем сайте. Ты можешь скачать там Библию, Архипелаг ГУЛАГ, Таян Кронштадтский, Игнатий Бричанина, Ефрем Сирина. Там все у меня насчитано. На пленках было. А теперь отцифровали и поставили на наш сайт. У нас очень богатые ресурсы. Очень. Там мои беседы с Александром Менем в аудио. Да я одну посмотрел, которую усилят. Не хватило. Ну что, Димитрий, все? Все, да. Во славу Божию. Все. Храни Христос. Слава Иисусу Христу. Слава. Слава Тебе, Господи, слава Тебе.